Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите совместный проект Одинцовского телевидения и районы общественной палаты. И у нас сегодня в гостях Сергей Измайлов, заместитель председателя общественной палаты и ответственный секретарь Светлана Налепова. Здравствуйте! Здравствуйте! А я хочу напомнить, что мы работаем в режиме прямого эфира. Наш телефон 8 495 508 86 84. Дозвонившись по нему, вы можете задать интересующие вас вопросы. А я предлагаю вам совершить небольшое путешествие в прошлое. Не так давно состоялась пресс-конференция общественной палаты, на которой были подведены промежуточные итоги, намечены планы на будущее. Давайте вспомним, как это было. Обманутые дольщики, нехватка узких специалистов в учреждениях здравоохранения, помощь волонтерским организациям. На пресс-конференции только ключевые вопросы. Общественная палата третьего созыва впервые встречается с представителями СМИ в таком формате. Задача – подвести итоги работы за минувшие три года и наметить вектор развития на ближайшую перспективу. По каждому поселению Одинцовского района уже составлен паспорт проблем. Это результат работы общественников на едином дне выездного приема. Общественная палата уже в который раз проводит выездной прием населения. Кто-то воспринимает это с критикой, что куда-то поехали один раз в полгода, встретились, какие-то вопросы собрали. Но это необходимо делать только для того, чтобы люди видели, что их проблемы кого-то интересуют. Добродели в основном одни отписки, как мы узнали с последнего совещания главы, который проводил. Мало что решается, скажем так, все-таки и в рамках нашего района, и в рамках других муниципалитетов Подмосковья. А мы все-таки эти проблемы озвучиваем, даем им какой-то хоть маленький, но какой-то толчок. Так что плюсов очень много в наших выездных приемах. Приоритеты работы палаты по-прежнему определяются проблематикой поселений. А главной задачей остается общественный контроль органов власти. Не забывают активисты и о благотворительных проектах. В ближайшей перспективе районный фестиваль «Вселенная по имени Мама». Сергей, Светлана, паспорта проблем поселений составлены. Можно ли выделить самое проблемное поселение и, может быть, какие проблемы чаще встречаются? Сергей, а как Вы думаете насчет проблемного поселения? Ну, в части проблемного поселения. Ну, естественно, наверное, по массовости проблем Одинцова, ну и, наверное, Голицына, скорее всего. Ну, где более-менее крупные города, больше населения. Здесь как бы такой скапливается клубок проблем. Это и детские сады, и школы, и поликлиники перегруженные. Ну, и, соответственно, транспортная доступность, пробки, ну и целый клубок такого социального напряжения. Я хотела бы с другой стороны сказать. Паспорта проблемы, конечно, составлены. У нас каждому поселению прикреплены ответственные. И они все, да, точно все, по всем 16 поселениям уже работают не первый год, уже перешли во второй созыв. Но удаленные поселения все-таки получают меньше внимания, да, в том числе и со стороны органов власти. И проблемы есть. Есть большие. У нас очень актуален лесной городок. Сейчас очень много вопросов уже решено. Вот встреча сейчас планируется. Я думаю, у нас глава поселения тоже порадует решением многих вопросов. Очень много пришло вопросов в этот раз из-за речи. Причем таких системных, например, не связанных с поселением, об освоении материнского капитала. Это вот новая тема, актуальна. Это можно в копилку, да, включить. Мы как раз системные проблемы обсуждали до этого. И вот вроде общие вопросы, но люди более активные. Что показал еще воездной прием? Воездной прием показал, что действительно актуальность перехода в русло системных вопросов в Одинцовском районе, работа общественности именно с системными вопросами, а с каждым, она актуальна. Потому что если раньше к нам приходили на выездной прием до 20 жителей, то сейчас, допустим, приходит 5 человек, они представляют каждый из них какую-то инициативную группу, какой-то группы населения, и уже по списку мы работаем с какими проблемами они приходят. Но значит это что по личным проблемам общественная палата не поможет жителям Одинцовского района? Нет, поможет. К сожалению, все равно поможет. Да, мы все равно помогаем и с личными. По возможности. По возможности, да, естественно. Но действительно, причем приходят уже с написанными обращениями, вот письменными, и там с подписями. Вот на выездном приеме тоже так. Несколько обращений было именно вот коллективно-групповые такие. А как вы считаете, почему личные вопросы люди не могут решать сами? Это какая-то непросвещенность? Это может быть боязнь каких-то самостоятельных действий? Ну, по практике вот работа с обращениями, ну, тоже с некоторыми, не со всеми обращениями, но людям такое ощущение, что проще скинуть вот на кого-то, что вот вы общественники, мы вот вас избрали, и вы решаете наш вопрос. Скажем, так это же вы во всем виноваты, потому что ответственности брать не хочется. Да, да, при этом, когда обращение... Это одна позиция, одна сторона. Да, но и при этом, когда у нас вот в карточке выездного приема есть графа, куда вы обращались ранее. И вот, к сожалению, у многих нет ни единой организации, куда они обращались. Это даже с элементарными вопросами. Достаточно, например, обратиться в управляющую компанию, в администрацию местную. Это сейчас очень просто. Можно по электронной почте это сделать. Ну, хоть какое-то обращение. В принципе, человек мог бы и сам решить свою проблему. Да, тот же добродел, да, например, сейчас в принципе есть возможность такая. Но вот, говорит, ну, вы решите, а мы... Правильно было сказано, все-таки, согласно положению в общественной палате, основная функция и задача – это общественный контроль действий органов власти. Если есть какой-то системный вопрос, и органы власти, как житель думает, не реагируют и не решают вопрос, то он обращается, конечно, к нам. И уже обращаемся мы с помощью юристов наших, Сергея Измайлова, например, с помощью других каких-то экспертов, понимаем, и у нас взаимодействие уже есть определенное. Мы понимаем, насколько это вопрос, с какой стороны к нему подходить. И да, получается перестроить какие-то приоритеты. Мы все понимаем, что у руководства района и поселений есть те проблемы, о которых, возможно, мы даже и не знаем. У них есть определенный приоритет. И когда мы приходим и признаем этот вопрос важным, им приходится, не знаю, к сожалению или к счастью, часто где-то перестраивать, где-то бюджет переформировать, и мы работаем вот в этом направлении. А когда подключается личный вопрос, когда, конечно, как статистика, мы понимаем, что и вот тут проблема, и тут проблема, и тут проблема, и они чем-то схожи, и мы понимаем, что это уже системный вопрос, и касается группы людей, то тогда да. Подключается общественная палата. Да. А когда нам, получается, приходится проходить иногда путь в первый раз, потому что мы понимаем, что это может быть системной проблемой, и мы реально подключаемся. Но вот совсем самое свежее обращение от жителя, не помню какого поселения, потому что электронные приемные изначально приходят ко мне обращения, я уже потом распределяю по комиссиям, да, то есть я их вижу. Пишет житель поселения о том, что машины паркуются на газоне, да, необходимо ограждение на газоне. Установите ограждение, пишет житель общественной палаты. Общественная палата не исполнительный орган, да, и каких-то полномочий что-то сделать, и бюджета, чтобы что-то сделать и решить у нас нет. Мы можем помочь таким общественным, может быть, мнением, да, то есть мы выражаем ваше мнение относительно какого-то вопроса. Ну и направить, наверное, действия гражданина. И защитить вас, да, может присутствовать какие-то приоритеты, мы можем. И можем только рекомендовать органу власти заняться вот этим вопросом сейчас, приоритетным. Потому что нет таких вопросов, по крайней мере, больших систем, чтобы органы власти не занимались вообще, да, то есть они часто в курсе, они-то, может быть, что-то откладывают, не передают, может быть, такого главенствующего значения какому-то вопросу. И мы, собственно, включаемся, нет, все-таки вот сейчас надо этим заняться, это вот сейчас там очень важно, или сейчас это уже совсем назревает, и, соответственно, уже начинаются искать вот выходы. Я напоминаю, что мы работаем в режиме прямого эфира, 508-86-84, наш номер телефона, и у нас есть звонок, здравствуйте. У нас был звонок, наверное, хочется сказать. Так, может быть, человек послушал сейчас о личных вопросах и решил попробовать сначала самостоятельно его решить. То ли связь так работает сейчас. То ли связь так работает, всякие варианты могут быть. И хочется еще спросить про выездные приемы. Чем удобна именно такая форма? Я так понимаю, что у нее есть какие-то свои преимущества перед постоянным приемом членов общественной палаты. В чем эти преимущества заключаются? Ну, наверное, первый момент, не все могут обратиться к каким-то на личный прием, там прийти, ехать в Одинцово, это раз. Особенно это касается поселений. В электронную приемную даже не могут обратиться, приходят уже, принесут документы, например, на выездной прием. Во-вторых, мы можем пообщаться глаз на глаз и получить какую-то обратную связь. И сами можем одновременно дать обратную связь. Наша такая мечта была, ну, где-то у нас получилось, поселения где-то нет, что ответственный за поселением знает проблематику по паспорту проблем и может ее все время обновлять. И благодаря выездным приемам тоже. И с этим паспортом уже обновленным идет в голове, и мы уже разбираем. Соответственно, все, что касается полномочий, было бы поселения, потому что очень много сейчас уже оттуда ушло. Если там мы точно знаем ЖКХ, точно туда идем. Если там вопрос по образованию, какого-то строительства, то мы туда даже уже не идем, мы начинаем работать уже с другими органами. Если это системный вопрос. И часто мы жителю просто даем обратную связь, что вот по этому вопросу вот это происходит, вот это и на уровне консультации даже это происходит. Плюс по каким-то оформлениям документов, обращениям по процедурным вопросам мы сразу же тоже даем консультацию. То есть отрабатываем ее тут же, тут же помогаем жителям решить ту или иную вопрос. Ну и насколько я понимаю, это все в нерабочее время, по выходным дням. Поэтому всем удобно. 508-86-84 наш номер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Иван Иванович. Иван Иванович, задавайте ваш вопрос. У меня вопрос этой самой, психиатрой общественной палаты. У меня вопрос следующий. У меня в Лайково имеется 6 соток участок, которые находятся сзади деревни. Проезд, дорога, грунт. Оценка этого участка нормативная была в 2003 году 41 250 рублей. Сейчас мне его оценили 3 828 000 рублей. 90 раз увеличена стоимость этого участка. Это, как понимать? Это грабеж целый. Вы понимаете такую сцену. Я вас прошу просто, как-то поможет этот вопрос решить. Ну, что же получается? Спасибо, Иван Иванович, за ваш вопрос. Не могу спросить. Я так понимаю, это вопрос системный, судя по вашим комментариям. Да, это очень много вопросов. У нас сейчас многодетный получает земельный участок. Не такая же проблема по 4 миллиона кандастеров. Отсюда, соответственно, мы налог получаем. Да, мы получаем налог. Но я думаю, что прокомментирует все-таки у нас Сергей. Юрист. По земельным вопросам. Да, на сегодняшний день это, к сожалению, очень много вопросов. Причем они делятся на две категории. Первая – это какая-то ошибка кадастровая. Ну, может быть, кто-то из сотрудников неверно нули поставил. Да, в данном случае получается в разы выросла стоимость. Да, но в данном случае это, наверное, проблема оценки. Причем даже два равных участка в одном и том же месте, вот прикольно через дорогу, могут стоить совсем разную стоимость. В данном случае у нас на сегодняшний день в Росреестре есть определенный порядок снижения кадастровой стоимости. Мы его в частности, ну, в свое время и сейчас, наверное, выкладывали все методические рекомендации, как это сделать на сайте общественной палаты. Да, можно продублировать. Наверное, надо продублировать, раз сейчас очень много вопросов. Обратиться в любом случае с заявлением для того, чтобы пересмотреть кадастровую стоимость, что может быть, возможно, это просто ошибка, либо переоценена земля в этой части. Но единственное, что это может сделать лично заявитель. То есть сам Иван Иванович должен собрать пакет документов, запрос, составить. Да, он может обратиться с заявлением. Ну, я говорю, мы по перечню документов можем как-то подсказать ему, что необходимо с собой взять, там, заявление, образец ему, например, как-то переслать. Телефончик, если оставить, Сергей. Соответственно, ну, и процедурно Росрестор решает эти вопросы, если это действительно ошибка. Но на сегодняшний день... И при этом вопрос, конечно, нужно решить, потому что у нас до 2020 года вообще установлен мораторий на увеличение кадастровой стоимости. То есть она не будет меняться, не должна, по идее, меняться. То есть надо уточнить обязательно. Да, если она поменялась, то тоже нужно посмотреть, с какого момента. Потому что есть законодательные нормативные акты, при которых не в этом году земля должна подорожать. Это должно быть, ну, года два назад, последнее подорожание. Вдруг так не должно произойти. Мы уже частично затронули тему земли для многодетных семей. Прежде чем ее развить, я предлагаю также посмотреть сюжет. Основной темой встречи стало предоставление земельных участков многодетным семьям. Реализация федеральной программы в Одинцовском районе доложил начальник отдела по землепользованию Павел Кошелев. С 2015 года 595 семей получили свои наделы в деревне Труфановка, Болтино, Крымское, Подлипки, Покровское, Якшино. В 2017 году в очередь встали еще 177 семей. В июне были распределены 77 участков. Существуют сложности с формированием, особенно в последнее время. У нас с 2016 года активно 15-го администрации местные и областные взяли за соблюдение архитектурных норм и правил. Поэтому очень много налагается обременений. Вторые ПСА, ЛЭПы, высокоскоростные магистрали. Все это препятствует предоставлению собственных земельных участков. В связи с чем очень многие земельные участки выпадают из нашего формирования и переходят в другие степени. Новые возможности в виде земельных наделов обозначили и немало проблем. От многодетных семей посыпались вопросы. Почему нет подъезда к участку? Как проводить электричество? И можно ли снизить земельный налог? Семьи, оформившие документы, получили уведомление о необходимости налоговых выплат за объекты, которыми не пользовались. Каждый массив в отдельности имеет дорога, подключение электроэнергии и все. И составлено, чтобы был примерный график решения этих проблем. И тогда, скажем так, вопросы у всех присутствующих в этом зале сами собой снимутся. По каждому объекту в отдельности. Электричество и дороги. То есть, поскольку электричество это заявительный принцип оформления. И как раз вот эти документы, которые мы собираемся разослать. То есть, там заявление, правоустановочный документ просто прикладывается. И заявление. Госпошлина составляет 550 рублей. Для того, чтобы подключиться. Не больше, не меньше. То есть, там нет каких-то нагруз. 550 рублей госпошлина. Но заявительный принцип. Администрация самостоятельно не может на это пойти. И самостоятельно идти подключать земельные участки. То есть, каждое физическое лицо, а вернее, как мы вначале общались, вот есть представители Покровского, что назначите представителя одного от себя, чтобы не ходить 30 человек все вместе сюда. Один человек приходит, мы с ним общаемся. Насколько я знаю, проблем в родине. Со всеми общаюсь, всем все объясняю, как могу. Проведение коммуникации, организация инфраструктуры – ключевые вопросы, которые предстоит решить местным властям в ближайшее время. На недавнем расширенном совещании глава района Андрей Иванов подчеркнул, что реализация программы по обеспечению землей многодетных семей должна быть полностью завершена в 2018 году. В прямом эфире ОТВ программа «Разберемся». Наш телефон 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Алла Александровна. Алла Александровна, какой вопрос хотите задать? Вы знаете, я хотела бы спросить, где и когда будет строиться школа для детей? В районе Баковский завод, школа искусства, у нас только 14-я школа переполнена в две смены. Заканчивают дети так поздно, в 8-м часу вечера. Спасибо за вопрос. Есть какая-то информация? Я слышала про пристройку, которую хотят где-то там рядом построить. Да, построительство пристройки, оно тоже вызвало, соответственно, волнение годования жителей местных. Это какой школе? В 14-й, да. Потому что она там забирается часть детской площадки и, соответственно, на этом месте предполагается строительство пристройки. Школа там новая никакой не планируется? Да, школа никакой не планируется. Планируется пока только, насколько нам известно, деньги были выделены на проект вот этой пристройки. Но, к сожалению, школа там... Пока нет планирования. Места даже нет, где ее построить. Планов таких. Ну, во всяком случае, по перспективам, вот у нас на заседании общественной палаты один из консультантов-экспертов наших, можно сказать, резидентов как раз рассказывал о концепции школьного строительства. И до 2022 года не планируется. А порадовать или зрители нам, к сожалению, нечем. Да, к сожалению, да. Ну, давайте тогда про землю для многодетных поговорим. Здесь перспектив, я так понимаю, у жителей больше. На самом деле, для меня стало открытием, Светлана мне рассказала, что не каждая многодетная семья может претендовать на земельный участок. Светлана, какие требования к многодетным семьям предъявляются, что прописано в законе, кто имеет право, кто не имеет право? У меня есть определенный закон, да, в Московской области о предоставлении земельных участков. И был вопрос, почему у нас многодетных там больше тысячи, а, допустим, в очереди не так много, да, а больше там, по-моему, около пяти тысячи, я знаю, информация там была. Дело в том, что первое, постановка в очереди имеет заявительный характер, нужно подать все документы, заявления. Второе, не каждая семья имеет право. Это должна быть семья, в котором все члены семьи прописаны здесь, на территории Московской области. Это понятно, потому что это бюджет Московской области. Субъект выделяет на поддержку многодетных семей. Да, своих семей. Дальше прописана должна быть семья в течение пяти лет, то есть проживать нужно пять лет. И поэтому вот по этой причине очень много людей не попадает. Первое по прописке, а второе по пяти лет. И третья самая распространенная проблема, по которой встать не могут в очередь многодетные семьи, это если где-то участок уже был или имеется сейчас у одного из членов семьи, делается автоматический запрос, когда это происходит, вам отказывают в очереди. И если уже, когда вам выделяют участок проверка, происходит постоянно. То есть просто так вы все равно не получите, даже если изменились какие-то условия. Если раньше была проблема, когда ребенку старшему исполнялось 18 лет, вас тоже исключали из очереди, сейчас нет. Если на момент подачи заявления вы многодетная семья, у вас трое детей до 18 лет, соответственно, очередь за вами сохраняется. Слава Богу, одинцовские семьи земли получают более 500 семей, если мне память не изменяет, то уже участки получили. Уже еще больше. А где эти земельные участки находятся и имеют ли семьи право выбора? Ну, основное такое, поселение Кубинка, им больше всего досталось проблем. То есть на Рублевском шоссе можно не ждать земельного участка? Нет, не знаю. Пока нет. Пока нет. Пока не планировалось. Это есть в Никольском поселении у нас, где у нас еще поселение есть. Ну вот Кубинка – это основное поселение. Чесовское. Чесовское поселение, да, тоже есть. И вот главам поселения дано поручение по оформлению подъездов. В самом начале мы работали с вопросом уделения земельных участков, когда первые пять участков выделили неправомерно на территории СНТ в Бутыне. Сейчас четыре семьи уже решили этот вопрос, а одна семья еще осталась. Она у нас неожиданно проявилась именно вот на этом заседании, потому что мы раньше вели активное взаимодействие и знали, что вопросы уже решились, и уже снова людей поставили в очереди и выделили им уже новые участки. От этих они отказались, то есть передали их в администрацию. Но, к сожалению, одна семья все-таки осталась уже с какого старого-старого года. Но я так понимаю, теперь вы будете сопровождать, несмотря на то, что она одна? Да, скорее всего, мы будем уже сопровождать. Это мы уже включили в протокол, потому что нужно довести эту проблему до конца. И когда обсуждение проводилось, как будет выделяться, как будет идти жеребьевка, очень много было предложений по поводу случайных фишек, где раньше в каких-то районах. Но на самом деле было решено, что справедливо, что выбирать из предложенных наделов земельных участков нужно по мере постановки в очереди. И сейчас при распределении земли многодетной семьи вызывают по очереди, по номеру очереди. Если присутствует представитель, то выбирается земельный участок по карте и за ним закрепляется. Они пишут заявление, соответственно, и закрепляется. Более того, до того, как вас пригласили, вам отправят письмо, в котором будет указано, где выделяется. И можно поехать и посмотреть, какие уже есть определенные участки. Очень часто многодетные приезжают на распределение и понимают, что им уже не досталось, потому что все остальные уже забрали, да, уже распределили. И больше они категорически не хотят, могут написать заявление об отказе. Я вот про количество, конечно, точно не знаю, сколько раз это можно сделать, но по одному очень много отказывается и переходит на следующее распределение. Раньше люди вот этого боялись, потому что знали, что не будет распределения дальше. Возможно, не будет. Сейчас, так как это идет активно, постоянно, в период до 2018 года максимально все распределить, это задачу поставил глава Денцовского района, в распределении многодетные чувствуют себя более-менее спокойно. А сейчас пошел. Да, процесс уже идет, и они спокойны. Хуже с моментом, когда, почему вот это вот совещание и прошло, когда по три года, там, третий год уже участок, люди получают уведомления об оплате налога, не везде льготы у нас есть пока в поселении. У тебя как раз хотелось задать вопрос Сергею по кадастровой стоимости и по льготам, которые планировались в поселении. По селенному налогу, а люди даже подъехать к нему не могут, потому что даже общего подъезда нет к участку. И когда вот такие, насмотришь поле, участки многодетных, и там где-то вдалеке, вдалеке стоит дом какой-то, то есть что-то построили, как они это делают. Вообще непонятно совершенно, прям такая загадка, хочется. Так льгота в поселениях планируется? Можно это и сделать. Льгота планируется или не планируется в поселениях? Вот по части земельного налога для многодетных семей. Ну, а земельный налог, он больше региональный? Нет, земельный налог, он местный. Ну, в том, ну, имеет, да, да, да. И у него совет депутатов утверждает поселение, утверждает именно льготы для многодетных. В Кубинке вот у нас есть, но даже не в этом проблема. Мы, соответственно, на самом начале совещания говорили о том, что да, действительно нужно, чтобы льготы были, особенно сейчас, когда действительно для освоения земли очень много времени проходит, а многодетные и там и жители находиться не могут. И участки вроде их у них есть, им надо средства для освоения, и при этом они еще и налог платят. То есть не могут пользоваться, а еще и платят налог. По закону, если они собственники, они обязаны вот это делать. Но сейчас получилась такая проблема, что даже если льгота подтверждена, и у них, допустим, ставки, то есть есть освобождение в их поселении, они все равно получили квитанции, прям большое количество многодетных, получили квитанции по плате налога, и не шуточная, потому что кадастровая стоимость сумасшедшая. Налоговая сейчас ответила о том, что есть техническая ошибка, и что нужно просто подать еще раз документы, заявления, и налоги все пересчитают. Есть вот такая возможность, если кто-то услышал, пользуйтесь. Но вы будете держать эту ситуацию на контроле? Да, у нас будет круглый стол, по-моему, 16 или 19, посмотреть по графику ноября, встреча будет как раз с органами, с налоговым органом, мы сейчас собираем вопросы, но она будет не только по многодетным, она будет связана со всеми льготами, с проблемами предоставления, получения льгот, там будут и ветераны, то есть все льготы, которые у нас есть, там пенсионеры, которые существуют. Мы объединяем эти вопросы, потому что проблема там одна и та же, и процедура примерно одна и та же. Плюс еще сейчас проводим анализ, смотрим, где льготы есть, где нет, ну как бы еще раз проводим инвентаризацию, потому что где утвердили, где нет. И, надеюсь, выйдем на поселение все-таки с просьбой рассмотреть возможность предоставления льгот. То есть когда семья берет земельный участок, я так понимаю, от государства она может смело рассчитывать на обеспечение проезда и на подключение электричества? Ну, электричество имеет, опять же, заявительный характер из бюджета было, все-таки это должна сделать сама семья. Государство само не догадается. А само государство не догадается, что там нужно электричество, но администрация сейчас поставила задачу помогать, взаимодействовать. Вот и документы высылают в подключении. Если нужны переговоры, то тогда, конечно, да. Дороги, но они должны быть, как многодетные, может общие подъезды к поселению делать. И внутриквартальные тоже есть договоренность о том, что обеспечим. Из бюджета тех же самых поселений, где это расположено. Поэтому я и сказала, почему Кубинка самая у нас сейчас. Они не очень дольше всего участвуют. Больше всех участков там было получено. И дольше всех там они уже есть, имеются. Там многодетные уже прям совсем возмущены и расстроены о том, что они не могут осваивать участки, а бюджет нужно рассматривать. И сейчас эту проблему подняли тоже актуально. А именно сейчас, потому что сейчас еще можно бюджет заложить что-то. А дальше уже будет сложнее. Или понятно скоро совсем. Насчет кадастровой стоимости, Сергей Александрович, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, по кадастровой стоимости то же самое. Процедура-то одна. И это касается и многодетных, и вот у кого неправильно, ошибочно. Это ситуация там уже Ивана Ивановича, о которой мы только что поговорили. Да, это тоже необходимо обратиться с заявлением в Росреестр. У них есть комиссия, которая оценивает. Это можно сейчас просто сделать, в том числе на Доброделе. Там есть отдельный раздел, посвященный этому. Можно обратиться в электронной форме. Это в смысле каждый просто электронно может обратиться и пересчетить о кадастровой стоимости. Да, у них есть отдельный раздел, посвященный как раз переоценке кадастровой стоимости. И второй еще момент на mosreg.ru. Это сайт областного правительства. Где тоже там, это как раз где постановка в очередь. Вот один тоже ресурс, где решается то, что там. Там же тоже так же можно обратиться, посмотреть по кадастровой стоимости вокруг участков. Насколько она там справедлива. А можно ли там, например, встать в очередь на земельный участок? И где это еще можно сделать? Какие документы для этого нужно собрать семье? Ну, это нужно идти в соответствующее подразделение в администрации района. И подавать туда документы. То есть там вообще просто нет проблем. Приемный день по вопросам, у них пятница. Я просто кабинет сейчас не скажу на память. Пятница с 10 до часа. С 10 до часа, да? Через МФЦ, например, это сделать можно или только в администрации? Не могу уточнить. Ну, да, что-то сейчас... За счет МФЦ не могу уточнить. Можно ли встать на очередь на земельный участок? А какие документы нужны? В администрации нет. Ну, список большой, соответственно, надо первое доказать вашу прописку. Это, соответственно, выписка из домовой книги. Существование рождения всех детей. Раньше нужны были справки, там, выписки о том, что нет земли. Сейчас это все запрашивается электронно. Какие-то изменения, еще, наверное, основное это все. Заявление подается. Светлана, ну сколько за вас земельный участок есть? Вот по опыту, сколько занимает времени сбор вот этих документов? Да, быстро это в течение дня все можно собрать. То есть, на самом деле, не так? Ну, если выписка самая длинная, это выписка из домовой книги. Ну, как быстро это происходит, то быстро сразу же. Хотя тоже, в принципе, во многих управляющих компаниях, паспортных столах можно сделать тоже в течение дня. Ну, обратиться они тут же делают. По факту обращения. То есть, собрать документы не проблема для постановки на учет. Проблема потом уже получить этот участок, распределить. И когда вы получаете постановление, понимаете, что вы должны оформить собственность, уже следующий этап у нас возникает. А оформленная собственность, это еще вытекающая отсюда последствия. Это налог. Это надо уже смотреть и нужно осваивать. Нет, тут у нас в законодательстве же предусмотрено, что собственность это не только благо, но это еще и бремя, нанесение расходов по этой собственности. Поэтому тут тоже, конечно, нужно смотреть. Все взвешивать. Да, взвешивать. Еще есть проблемы там по вырубке, очень серьезные. Потому что получают участки в лесу, да? Или в лесу по вашей. Но вырубить не имеют права, нужно. Есть определенная процедура самостоятельно, несмотря на свои собственности, участок Сергеев. Нужно, наверное, в лесхоз обратиться. Вот если можно коротко, потому что временно спереджимает. Ну, берется поручный билет, но сейчас тоже эти услуги тоже более-менее унифицированы. То есть там тоже также подаются соответствующие заявления, ну и там комплект документов. Лесники навстречу идут, как правило? Ну, поскольку это землю переводят в соответствующие категории уже другие, то есть это не лес вот в прямом виде, как это есть. Они переводят их в землепоселение, поэтому, да, конечно... Наверное, самый большой опыт этого инициативных групп. В каждом поселении, да, есть определенное уже объединение многодетных. Есть лидеры, у них уже собрана практика, какие проблемы существуют, на какие вопросы есть, какие ответы, и уже можно работать вот в этом направлении. Сейчас мы попросили собрать информацию о кадастровой стоимости, где, ну, многодетные считают, что она завышена, а она завышена, думаю, везде. 4 миллиона, вот говорил Иван Иванович, про 3 миллиона, 28 миллионов. У них по 4 миллиона с лишним кадастровая стоимость на 10 соток в поселениях, и они говорят о том, что ближайшие участки, у них кадастровая стоимость значительно ниже. Я уверена, что этот вопрос останется на контроле у общественной палаты, и я думаю, что мы к нему еще вернемся, и не один раз в нашей программе. Спасибо, что ответили на вопросы мои телезрители. А на этом сегодня у нас все. Увидимся с вами ровно через неделю. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok